Ух ты, какая большая! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Привет, ребята! Мы вот что сделали. Вот теперь ты. Теперь я. Всем привет, ребята! Мы вот что сделали. Теперь ты. Мы сюда добавили клубничку, тарелку и тарелку. А, ты про творожок рассказываешь? Да. Вкусный домашний творожок с клубничкой. Мы запасли бабушкины клубнички на зиму, да? И с домашней сметанкой. Ммм, вкусно тебе, Палень? Ага. Очень вкусно. Ешьте натуральное, говори. Ну? Все? У-у-у. Если это натуральный творожок, класс. Вот, правильно. Класс. Ешьте натуральный творожок. Все? Старший намесил, а съесть не успел, в школу убежал. Мам доедает. И Полида. И Полюша доедает. Ну, все, пока. Ну, все, всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, говори, что хотела. Мам, почему я сегодня снимаю? Потому что я снимаю. Мам. А кто нам домик построил и мишку подарил? Кто нам домик построил? Папа построил, а мишку бабушку подарил? А компьютер. А компьютер Диме? Кто там у тебя? Покажи. Бубуська не прошла. Бубуська не прошла. Что надо сделать? Пласты приклеить. Пласты приклеить. Ну, сейчас. Пласты приклеить. Пласты приклеить. К бабушке хочешь? Мы ей позвоним, давай. Когда? Сейчас. Пускай она приезжает. Пускай к тебе приезжает. Да сейчас. Прямо сейчас она не может, она на работе. Позвоню. Позвоню, ладно. А? Мам, мне скучно. Скучно? Да. О, а маме весело. А мам? Кушать. Чего-чего? Я хочу кушать, мам. Господи, слава богу, ушло. Ну, говори. Чего говори? К челам сейчас пойду попозже, а че говори? Сейчас уходишь? Ухожу. Куда? Я стесняюсь на камеру говорить, куда я ухожу. Давай я в окошко выснимаю. Куда ты уходишь? Недалеко. Понятно. Недалеко. КUE. КОНЕЦ. БАЛЬНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ. КОНЕЦ. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова все спала ну минут 20 посипа посопила кушать будешь боль да ну давай кушать как раз все готово но о и а и и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Sимон» «Симон» «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Сейчас мы тебе посыпем. Сиди, жди. А пластырь? И пластырь. Сейчас, подожди, чуть-чуть. Присохнет немножко. Сиди. Эй, не дуй. Не дуй. Ну, смотри, с пальчиком смахнул. Давай обратно клади свой палец. Или вот так сделаем. Переверни. Нет, не дуй. Кто же тебя летит будет? Померяй температуру. Ну, вот теперь сиди, жди. Сейчас немножко подсохнет. Так, немножко про трициллин расскажу. Вообще, это ветеринарный препарат. Вот он используется для профилактики лечения воспалительных забоевательных родовых путей, лечения ран, некромбиоза, копытной гнили, дистального отдела, конечности и копыти цукоров. Офигенная вещь. Офигенная. Вот прям, реально. Она заживляет все раны. Я давно уже не пользуюсь никакими человеческими мазями и кремами. Я пользуюсь всегда трициллином. Во-первых, при кастрации поросят. То есть, когда поросят кастрируешь, им прям там внутрь засыпаешь, все заживает за два дня. Дальше. Если петух курицу сильно порвал. Тоже у нас прям был случай, курицу порвал петуху, аж прям кости торчали. Она ходила сверху, спину ей разодрал, было видно кости. Мы все засыпали трициллином. Два-три дня все зажило. И человеческие раны у себя, у детей, я всегда им засыпаю, и все быстро заживает. Он такой образует моментально корочку-болячку на ране, поэтому вот я только ему пользуюсь. У меня прям реально здесь спасает такая присыпка. Она не щипет, никаких побочных дискомфортов ни у детей, ни у взрослых не вызывает. Поэтому мы пользуемся трициллином. И себя, и животных, если что-то лечим. Вот, теперь мы заглеем ей пластырем. И пойдем в третий раз снимать прокоптилку. Итак, третий раз наша коптилка. Так, ребят, я, если честно, слабо разбираюсь, как она тут что работает, поэтому, если честно, даже не знаю, что показывать. Мне уже несколько раз подписчики просили. Ну, в общем, показываю. Ничего у нас тут премудрости никаких нет. Это обычная старая бочка. Обычная старая бочка, в которой вырезана вот дверка. Вырезана дверка. Там кусок штыря вот приварен, на нем крючки, арматура, простите, на нем крючки и колбаса. А дальше идет конструкция следующим образом. Как сюда попадает дым? У нас вот муж у меня смастерил вот такую штуку. Вообще это называется дымогенератор. по-хорошему. Но, так сказать, нашла, то с чего смогли, с того слепили. Кусок трубы, туда внутрь засыпаются опилкой, они вот поджигаются. И через вот эту трубу, через вот эту боковую, вот туда вот, она как бы идет в ту трубу и в бочку. То есть здесь горят опилки, и вот по этой трубе дым туда вот идет. Дым идет такой холодный, то есть она как бы холодного копчения считается. Но самое интересное, она бывает продается, то есть это вполне себе коммерческая конструкция, скажем так, но стоит она порядка там 6-7 тысяч рублей, для нас дорого, мы свояли из чего было. Самое интересное, то что в коммерческих версиях этой коптилки предусмотрен насос, такой, знаете, для аквариумных рыбок, он использует, который кислород в аквариум подает, такой достаточно мощный. Мы, в общем-то, не смогли на него разориться, и муж у меня сюда прямострякал вот эту штуку. Как это называется штука? Как это называется? Компрессор. Вот он его, короче, сюда прямострякал. Я его сейчас отключила. В общем, он гонит воздух, гонит воздух вот по этому черному шлангу, да, соответственно, вот сюда, и за счет этого туда выдувается воздух. Это такая шайтан-машина, она когда начинает работать, давление падает, она начинает работать, я всегда дергаюсь и подпрыгиваю. Она очень громко, громко тарахтит. Вот видите, как мне там повезло. Он сейчас наберет определенное давление, всякие какие-то датчики у него, определенное давление, и потихонечку здесь есть регулятор. Можно сделать сильнее или меньше. Вот. И, в общем-то, вот, короче, такая у нас конструкция. Я, конечно, понимаю, что это прям совсем сельское, но пока работает, других вариантов у нас пока нет. Хотелось бы хорошую, красивую коптилку, как у всех, но пока нет. Вот. У меня там сейчас готовится видеоролик о том, как мы делаем колбасу. Я, пожалуй, просто этот кусок про коптилку вырежу и туда вставлю. Будет он у меня в двух роликах. Сейчас я, ну, как бы, сделаю минимальную подачу. Вот отсюда идет дым, вот там дырки, из нее идет дым. Я сделаю минимальную подачу, иначе эта тарахтилка вообще не заткнется, и я ничего снимать не смогу. Поэтому сейчас здесь дыма нет. Вот. Сейчас я, значит, ее закрою. Вот я повесила, у меня шесть батончиков колбасы на этот, на копчение готова. Так, мы ее закрываем. Закрываем. Вот. И вот эти места, где дыры, соответственно, я просто заклеиваю скотчем. Все. Вся Россия на скотче держится. Заклеиваю скотчем. Сейчас открою, там регулятор посильнее, и внутрь пойдет дым. Колбасеет и висит там примерно, ну, наверное, часов пять с этим дымом. Тут вот у меня такая крышка самодельная. Это старый детский, на горке кататься. Такая поджопнет мягкий. Когда мне надо, чтобы там дым как бы выходил, я вот, есть вот такой чудо-регулятор. Вот я вот так это делаю. Раз, там побольше, поменьше, или вот еще поменьше. Ну, в общем, вот так, по-колхозному все. Ну, работает. Что могу сказать? Спасибо и на этом. Пока у нас только такой вариант. Вот и вся наша коптилка, о которой меня так просили несколько человек рассказать. показываю. Никому, конечно, не хочу хвастаться или еще что-то, не думайте, что я хвастаюсь. Просто показываю, как мы делаем, как примострякались, в общем, так и делаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Забыла еще сказать, что здесь вот есть у меня какой-то кран, из которого капает вот черная жижа, вот эта дымовая, как-то нам сказать, что это называется деготь, и ей хорошо бы мыть голову. Но она такая вонючая черная, что, конечно, голову я ей мыть не буду. Но говорят, что раньше мыли. Не знаю, правда это или нет. Или, может, это не деготь, может, нас обманули, или мы что-то не так поняли. В общем, такая штука у нас есть, из которой как бы капает вот эта вся бяка. Не знаю, видно вам или не видно, но там, в общем, из-под крышки идет дым. Мне кажется, что вам не видно в камеру. Мне так вот глазом видно, что дым идет. Значит, по поводу колбасы копчения. Обязательно колбасу вешать не в холодном состоянии. То есть, если только вытащили ее из холодильника, вешать ее нельзя. Нужно ее подогреть до комнатной температуры. Она должна несколько часов погреться. В холодном состоянии ваша колбаса не покроется нужной такой золотистой корочкой. Это первое. Второе. Когда холодно на улице. Второе. Когда на улице холодно, там плюс 5, плюс 4, колбаса тоже прекрасно коптится, но не покрывается золотистым цветом. Поэтому я для того, чтобы подогревать нашу температуру внутри бочки, чтобы цвет ложился ровнее, ставлю туда просто несколько свечей. Ну, таких обычных икеевских свечей в банке я их ставлю, поджигаю, чтобы там внутри было тепло. Когда на улице минус, мы еще не пробовали коптить минус сильный. Поэтому не знаю, что-нибудь зимой придумаем или перенесем эту конструкцию нашу может куда-то, где потеплее, куда-нибудь в гараж или еще. В общем, не знаю, еще не придумали. Вот. Ну, собственно, вот и все премудрости нашей коптилки. Особенно показывать тут нечего. Так все, знаете, на скотче и из того, что было. Так, ребят, значит, помимо готовки там детей и всего прочего, я же еще и снимать должна какие-то ролики, да, монтировать. Вот. Вот. Причем, хотела бы, чтобы эти ролики выглядели прилично и без всяких там лишних, лишностей, как это объяснить, не знаю. Вот. Но поскольку, значит, у меня этот видеоролик, который вы смотрите сейчас, он о том, вообще, как я весь день, один день, грубо говоря, со мной, как мы проживаем один день. Вот. Сегодня мне нужно снять начало и конец для другого видеоролика про приготовление колбасы, конкретно сервелата. Вот. Значит, у меня там середина уже вся отснята. Копчение вот снимала сейчас. Что-нибудь я там нарежу. А начала и конца у меня нет. Поэтому, значит, вот смотрите, вот моя колбаса, вот тарелочка. Сейчас я ее красивенько нарежу и буду снимать начало и конец видеоролика. Наверное, я сюда прям это и выложу, потому что это же и есть мой день. Да, вы посмотрите это все без монтажа. А потом я куски нарежу с того, что сейчас не снимаю и вставлю в тот видеоролик, который выложу или сегодня вечером. В общем, не знаю, какой первый успею смонтировать, тот первый выложу. Вот. Ну, как-то так я, в общем, хотела это объяснить. Включить тебя обратно. Вот у меня, видите, как можно что-то снимать. Давай что-нибудь включим. Что тебе включить обратно? Снимать? Вот у меня тоже дочка собралась снимать. Она тоже у меня начинающий блогер. Вот уже что-то тут наснимала. Вот у нее тоже есть телефончик. Вот она там что-то ходит, снимает. Вот у нас двойная съемка. Вот. О, обалдеть. Ну и рожу у меня шарапов. Все, вот сюда на красненькую нажимай, можешь снимать. Вот она пошла. Сейчас я вам покажу. Убежала. А, понятно. Она в общем в туалет убежала. Там у нее свой туалет. Убежала снимать. Вот, ладно. Короче, я надеюсь, что я объяснила интересно. В общем, не знаю, что из этого получится, но что-нибудь да выйдет. Я все это так говорю, что-нибудь да получится. Пробуем. Так, вот я красивенько нарезала колбаску. Сейчас я ее буду раскладывать. А потом вот я еще не придумала, дома ли мне где-то остаться. Дома, наверное, мне младший не даст ничего доснимать и поснимать или на улицу куда-нибудь пойти, чтобы начало и конец ролика снять. На улицу с тарелкой, с колбасой. В общем, не знаю, не решила я еще как это сделать. Но сейчас красивенько разложим. Вот так. Мы их обычно так вот фотографируем. Красивенько разложим и пробуем снять начало. Решила все-таки снимать дома. Вот уговариваюсь с ребенком звук на телевизоре отключить. А то на видеоролике про колбасу будут мультики. Нет, Зайюнь, дай я. Просто потише сделаю. Дай, пожалуйста, мне. Дай, маму, сейчас. Вот. Так. Вот мой помощник сегодняшний. Сегодняшний помощник. Так, ну я вот немножко приоделась, ну по крайней мере сняла свой домашний халат, одела кофту, сняла свой хвостик, не мешало бы, конечно, голову помыть. Ну ладно. Что уж там уж ролик-то про колбасу, а не про меня. Хорошо бы сзади, конечно, какую-нибудь пеленку повесить, чтобы не видеть этот страшный шкаф. Но пока ребенок маленький, шкаф я менять не буду. У меня есть хороший шкаф в Москве, стоит на нашей старой квартире, где мы жили. Но пока сюда я его не повезу. Иначе у нас так кажется опять вот такой весь разрисованный, размаляканный весь в наклейках. Вот. Поэтому он ждет, пока наша старшая маленько подрастет. И потом тогда мы все это то, что мы в заднем плане выкинем отсюда и сюда хорошую шкафку привезем, поставим. Пока он там. Так, ну ладно, что? Начинаем снимать, значит, по колбасу. Начало сейчас будет, да? Потом, наверное, я саму колбасу покажу и очень вкусненько ее съем. Попробуем. Ладно. Сейчас будем себя в порядок немножко приведем. Прокашляемся, чтобы потом не кашлять в нашу колбасу. Так. Камеру выставим. Страшно, какое все сзади. Кошмар. Как бы так поймать, чтобы... Ну ладно, как будет, так и будет, что. Вот, давай, мой пупок будет со мной сниматься. Да? Да. Ну, там кто-то идет. Лема идет. Иди, дверку открой, Лема. Наснимал, все. Сейчас. Старший теперь пришел. Подождите. Всем, чем же тебе сегодня повезло? Он этот... Ну, кстати, знаешь, что он звучит в школе сейчас? Сидим мы на уроке русского языка. Вот сейчас вот. Ты она и снимаешь? Ну, сейчас. Я сегодняшний день целиком снимаю. Все про всех, кто что делает, кто что говорит. А, а что не в самое утро я буду милевать? Ну, вот что из утра не догадалась. Я уже давно хочу что-то убьюсь. Ладно, не важно. Но у вас сегодня сильно на уроке русского языка. Это, проходит... Ну, на... Сзади меня сидит, да? Проходит восьмой класс мимо нас. Мимо нашего класса. И этот... И Оля на всю школу кричит, что Надя ей написала о том, что она сейчас на уроке русского языка. И звук по-русскому поставили, потому что она в сельховой сидит. Без пари его, в общем, да. Понятно. Я вот восьмой класс сходил. Конкретно трону. Понятно. Все? Да. Мне надо снять начало и конец видеоролика, поэтому я вас хочу попросить пять минут тишины. Да, подожди. Тишины пять минут. Записываешь? Я все сегодня записана. Ага, ничего себе. Говори. Сейчас. Давай. Не сейчас? Нет. Не на камеру, да? Не на камеру, да. Ну, что у тебя? Штаны провалить, что ли, опять? Не покажу. Да не, штаны вроде нормальные. Пол батона хлеба. С кузин? С изюмом. А, булка с изюмом. Ну ладно. Это хлеб с изюмом. Это хлеб с изюмом. Сам бы с трех добрал бы из дома хорошее. Ну, поделюсь? Конечно, поделюсь. Так, ладно, все, давайте, разбежались, мне надо это. Ну, накрошили. Ну, как я снимать-то теперь буду? Друзья мои, всем большой привет. Меня уже давно в комментариях подписчики просят показать, как мы делаем домашнюю колбасу. Мы делаем много разных видов колбас. Поль, ну как я буду это выкладывать, Поль? Поль, иди к другому-то покажу. О, еще раз. Дайте поснимать, пожалуйста. Я сейчас на улицу пойду. Друзья мои, всем большой привет. Многие наши подписчики уже давно просят нас поснимать видеоролики о том, как мы делаем домашнюю колбасу. И вот я тут, наконец-то, собралась, себя, так сказать, в руки взяла и сделала один видеоролик о том, как мы делаем домашний сервелат. Вот, значит, колбаска у нас очень вкусная, получается натуральная, из натурального мяса. Но, в принципе, вы сейчас сами все увидите. Это несложно. Можете тоже попробовать дома сами сделать. Так, теперь мне надо перевернуть камеру, наверное, да, на ту сторону. Вот этот сервелат, который мы будем делать в сегодняшнем видеоролике. Он очень вкусный, посмотрите. Я буду рассказывать, обратите внимание на рисунок колбасный, видите, здесь такая как бы сеточка с мелким жирком. Вот на это обратите внимание, об этом я буду рассказывать, как это сделать дальше. Вот, тоненько нарезано. Это называется финский сервелат. Очень вкусный. Вот, мои очень любят. Такой он прям, вот, не даю поснимать. Такой он прям действительно, ребят, вкусный. И это у нас, как сказать, самый популярный вид колбасы, который у нас больше всего покупают. Я показываю, как мы его делаем. Никаких секретов здесь нет. А для тех, кто смотрит видеоролик про наш день, вот, видите, как мне приходится работать. Видите, как приходится работать. Вот, видите, все вокруг меня стоят. Я его очень извешиваю. Да, все вокруг меня стоят и бегают, и ничего снимать мне не дают. Точно хорошо сказала. Колбаска очень вкусная, посмотрите. Да, посмотрите. Это я его уже езжу. Ну, смел я буду есть. Ну, и вкусно. Всем рекомендую. Вы снимаете видеоролик о том, как я еду. Да, буду снимать. Это как-то называется. Вот у меня сын, наверное, знает, как это называется. Ролик о том, как едят на камеру. Снимай, говорит. Они там пробуют разные продукты, ты ездишь. Я где-то слышала? Блин, прям я оторваться. Больше всего я люблю снимать видеоролики про еду, уже потом все это можно съесть. Конечно, нет. Да, ну ладно. Стребушку надо. А то так я ведь потом умный. Вот. Так, реверни надо снять. Начало более-менее вроде. Ничего, сойдет. Сегодня у нас сейчас окончание. Это у видеоролика. Походу надо... Походу надо отсюда сваливать. Потому что мне никто ничего поснимать не дает никогда. А я даю. О, ты больше всех. Я вообще вещи вешаю. Молодцы. Тихо. Вот видите, в таких условиях мне приходится работать. Тебе не встать его, когда приходится работать. Ты все снимаешь, пока мы, это, уволим саду в школу. А вот когда он приходится в саду в школу, я уже ничего не могу снимать. Только монтировать. А ты снимала... Ну, ты сейчас отснимала сзади, монтируй. Да, а вот у меня ролик сегодня про весь день. И снимать мне до вечера. Ну... Это логично. Вот видите, никакого понимания со стороны семьи. Ку-ку! Ну, у нас там ку-ку. Вон, посмотрите, ку-ку. Не дают вещи работать. И как стать знаменитым видеоблогером, мне непонятно в таких условиях. Вот колбасу мою пили. Тебе ж жалко, что ли? Нет, мне не жалко. Но оно и окончается. Ой, ладно, пробуем снять окончание. Так, ну теперь снимаем конец этого ролика. Надо что-то придумать, чтобы что-то сказать, да? Вообще, по-хорошему тебе надо было придумать... О чем будет ролик? Нарисать ему сценарий? Вот, просто... Ну, вот видите, яйцо учит курицу, как снимать видеоролики. Ну, а ты же импровизируешь, это тяжелее. Нет, мне легче, когда камера работает, это легче. Так, ладно, сейчас конец снимаем. После копчения наша колбаска должна еще в холодильнике полежать. Хорошо бы, если бы день-два. То есть мы достаем ее из коптилки и кладем в холодильник на пару дней. Но обычно пару дней не проходит, все сметается и так за раз. Вот, но если она у вас полежит, она будет еще вкуснее, потому что процесс ферментации закончится. Потому что... Ну, лучше мне все виснет. Она будет еще вкуснее, потому что процесс ферментации закончится. Вот, плюс копчение дает увеличение срока хранения, вместе с нитритной солью, которую мы добавляем в наши колбасы. Увеличение дает увеличение срока хранения, убивает все вредоносные бактерии. Что-то мне про бактерии не нравится, надо вырезать потом. Да, про бактерии не буду, вырезаю. Плюс копчение дает вкус, аромат и, конечно же, увеличивает срок годности и хранения нашей колбасы. Вот, так что, ребята, вы сами посмотрели, все увидели, это несложно. Готовьте дома, кушайте натуральные. Я вообще за натуральные продукты и считаю, что и в том числе мясные продукты должны быть как можно максимально натуральней. Но по сравнению с магазинами, магазинные мы вообще сейчас уже не кушаем, делаем все сами. Вот, ну, надеюсь, вам нашли себя ролик. Извините, пожалуйста, я нечаянно. Ладно, переснимаю конец. Так, ну, вроде справился я, короче, с роликом про колбасу. Я хотела, ты спроси, я забыла. Спроси. Ты, наверное, хотела сказать, мамочка, чем тебе помочь? Да, я хочу есть, ну, я себе уже чайник поставила сам, сделала урок, а потом уже будет мамочка чайник тебе помочь. Потому что это все прекрасно. Это прекрасно. Я уже сняла, как он спит. Вот тут в кастрюле суп, а вон там макароны. Специально тебе, я специально тебе оставила, и кастрюлю потом надо будет помыть. Там как раз одну тарелку для тебя оставила. Тебе чего? Как ты танцуешь, смотри. Как ты танцешь, значит, упадет. Упадет, конечно же, с закрытыми глазами там. А потом тебя ждет по лесу. Твоё моё. Да, то есть он снимал черепаху, а она идет, и за ней кучка грязи. Волочится. Так, суп, чтобы поел, макароны тоже. А я пошла отвечать на вопросы подписчиков. Кстати, это тоже время, между прочим. Сейчас я возьму ноутбук. Нет, сначала я сейчас, наверное, смонтирую видеоролик про колбасу. Да, я его выложу, смонтирую, выложу, очищу память в телефоне, чтобы еще можно было доснимать и смонтировать этот ролик. И буду посмотреть, кто мне там что-то написал. Подписчики, отвечу на вопросы, на комментарии все прочту. И посмотрю, что у нас там происходит в контакте. К сожалению, заснять я это не могу, ибо делаю я это все на телефоне, с которого я сейчас и снимаю. Ну, в общем, вы имейте в виду. О, говорит, какой-то скрин рекордов. Ну, сейчас посмотрим, что это такое. Слушай, меня внимательно. Пока сейчас, как раз ты уже, наверное, как раз тебе на тарелку хватит. Слушай, меня внимательно. Вот там в красной сеточке лежат груши. Вот там лежат, вот там две кастрюли. Вливаешь воды к кастрюлю, кидаешь туда груш штук 20 и кипятишь. Потом добавляешь 300 грамм сахара на эту кастрюлю. Она еще 5 минут покипит, выключаешь, и у тебя будет на завтрак 6 литров компота. Хоть отбейся. Понял меня? Я сегодня это, правда, купила себе попить, и делала это очень непрометчиво. Так я пошла с этой бутылкой в сторону школы, а там еще не успели уехать богословские. И все 20 часов ехали, посчитали своим долгом, а пить у меня немножко из бутылки. Значит, если что, вот там еще 5-литровая баклажка есть, наливаешь компот в 5-литровую баклажку, поешь завтра всю школу, понял меня? Понял. А сейчас суп, быстро доедай. Каманка ушла? Будем снимать, как я достаю ноутбук. Я не знаю, хрена я снимаю, но ладно. Такой ноутбук, этот старый мой. Я в нем когда-то играл, но сейчас он уже вообще ничего не тянет. Но это не важно. Так, пошлите со мной искать эту зарядку. Где-то она лежит вот здесь, где-то. Где она лежит? О, тут есть. О, зарядка. Наслась. Пошли. Надо будет ее. Тут поставить. Вот тут мамки телефон. Очень сильно смазывает, вот этот, картинку, когда поворачиваешь с тобой. Поля, что сделала? Тебе, ты зачем тащишь мою нормальную зарядку от моего ноутбука? Ты что, оторвешь ее? Дай сюда. Вот. Берет, тащит запругу зарядку от ноутбука. Потому что папа ее не убрал, да, пап? Да. И не трогай, пожалуйста, эту зарядку. Ты можешь порвать. Порвать. Да ты туда что-нибудь порвешь. По своему опыту знаю. Про зарядки не было? Я брала наушники пару раз. Съешь ей. Зарядка. 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 Я уже давно куда зарядку положил. Ты... Веселый у нас. Все, нет? Да. Ну, вставляйся же. Вот так вот. Идеально. Ой. Пала. Так. Послушаем, ставим, включим. Все будет хорошо. У нас Wi-Fi работает. Wi-Fi... Wi-Fi сел. Кажись. Не сел? А, нет. Что за рядом? А Макс вернулся. Сейчас мы Wi-Fi взять поставим. Он не заряжает. Плохо. Побнимашка, поймите, что с маленькими забралочками. У нас, Амамчик. Скажи, кукольку. Кукольку. Это уже петушок. Даже не петушок, а вполне взрослый петух. Ты опять снимаешь на мою камеру. Ну, не надо. А что, тебе жалко, что ли? Я снимаю? У меня памяти не хватит. Я снимаю, когда стою. Ты еще бардак весь вокруг снимаешь. Ну, у тебя достала ноутбук. Это я достала ноутбук. Ну, ладно. Хорошо, сын мне достал ноутбук. Сейчас я залезу во все группы и проверю там. Ну, и вы тоже тут посмотрите. Я сама для себя поснимаю. Вот у меня есть такая треножка. Сейчас я ее сюда поставлю. Сейчас я сына подвину. Он будет кушать. Я поставлю сюда треножку. Буду снимать с себя. И то, что я вижу на экране ноутбука. Не знаю, видите вы это или нет. Интересно это вам будет или нет. Ну, на всякий случай, может интересно. Я пока ходил, все снимал, у меня суп половину выкипел. А, вот видите, суп у него выкипел, беда. А там он был, это не очень много. Телефон его не видела. Нет, телефон его не видела. Оль. Так, добралась я, в общем, до интернета, дорвалась. Значит, хочу посмотреть комментарии новые. Я сегодня с утра уже проверяла, пока мои там собирались в школу, одевали, завтракали. Я умудрилась урвать пять минут, быстренько с телефона залезла и проверила все комментарии. Ну, вроде ничего нет. Мы посмотрим еще до вечера, а так я уже всем ответила. Так. Алла Зимакова. Я на стриме вчера писала про Сидника, если что, я настоящая. Я вот девушке ответила, что я бы с удовольствием посмотрела ее ролик. Она на стриме мне писала о том, что может скинуть мне видео о том, как они накрывают сено. Я бы посмотрела с удовольствием, но что-то на мне пока ничего. Вот я написала. Замечательно. Вы можете мне ВКонтакте это видео прислать. Пока мне девушка ничего не ответила, но я, честно, жду. Потому что мне этот вопрос интересен. Хотелось бы сено получше сохранить, чем оно у нас лежит сейчас просто ненакрытое. Вот здесь девушка Светлана Гавриенко. Она, видимо, с Украины, наверное, потому что она пишет. Она пишет хорошие комментарии. Они всегда такие добрые. И видно, что она мой подписчик. Она каждому видео мне оставляет всегда комментарии. Вот девушка вот эта вот с Орхидейкой. И она с нами пишет комментарии. И про котов вот она мне написала, что у них два подкидыша, Жужа и Морчик. И когда я написала, что у нас пять котов, все подобранные, вот она мне написала. Так, любите ли вы котиков? Ура, у нас будет дорога, круто. Так, вот здесь что еще мне написали? Про видеоролик, про левый комментарий. Вот я недавно выкладывала левый комментарий к товарам в Ютубе. Ты же мне написал Михаил Михайлович. Норм расследования. Ну, наверное, норм. Так. А вот это я еще не видела. Значит, тут у меня видеоролик был про дорогу. И мне, значит, один мужчина написал, что нужно выкопать канавы. Экскаватор, значит, гусеничный, ему не может эти канавы выкопать. Я ему ответила, что у нас этого ничего нет, и песка у нас тоже. Вот он мне написал. У меня тоже ближайший хороший грейдер. Экскаватор в 100 километрах в луках. Но это вообще не проблема. Их привозят на травах. Песок тоже, если поискать, найдется где угодно. Можно взять из земли немного ближе. Но в любом случае, если глина будет сухая. В любом случае, если глина будет сухая. Да, ребят, конечно, длина это не проблема. Проблема только в деньгах. Вот и все. Я могу тоже с Москвы сюда прислать и асфальт там все заложить. Как я все это буду оплачивать? Я нам дорогу отсыпят сейчас песок и щебень нам сыпят, считайте, в долг. То есть нам двое наших друзей и знакомых скинулись, нас пожалели. Они скинулись и дали нам денег в долг на постройку дороги. Мне за них теперь два года расплачиваться. А если я буду делать это все... Я понимаю, что хорошо бы, если бы сделать хорошо. Но столько денег у меня нет. И это нереально искать, откуда-то гонять за 100 километров экскаватор, чтобы тут рыть траншеи. Блин. Мне бы очень хотелось. Вот правда, очень. Но денег у меня столько нет. И тем более дорога у нас только для нас. Кроме... Здесь как бы дорога тупиковая идет к нам на участок. И фактически по-моему, по-не ездим только мы на одной нашей машине. Поэтому я не думаю, что здесь требуется там укладка асфальта, как мне вот здесь написали. Вот. Это не дорогу. Я думала, у вас асфальт положили. Да кто ж мне его положит? Этот песок и щебень сезон переместится и тоже будет грязь. Не знаю, у нас вот на части дороги есть песок и щебень просто. Вот он уже три года лежит, все в порядке, все держится. Мы по ним ездим, только вот мы на одной своей, и все, больше никто. Поэтому к нам сегодня тоже пришли. Мы искали грейдер, мы искали джессибюху, чтобы нам разровняли дорогу. Вот. Нам пришли тут друзья, сказали, что если мы у них закажем еще три машины песка и там чуть ли не пять машин щебня, чтобы сделать эту дорогу нормальной, тогда они нам ее, значит, сделают. Ну, конечно, мы отказались. Потому что это, во-первых, очень дорого, во-вторых, нам столько не надо. Еще меня, знаете, очень раздражают мухи. Почему-то у меня мухи очень любят экран, что на ноутбуке, что на телевизоре постоянно какие-то мухи ползают. Ладно, в ютубе, честно, все посмотрела. Все, что тут уже было, я уже видела. Так, пошли сюда еще залезем, а потом сяду и буду с телефона ролик монтировать. Что у нас в ВКонтакте? В ВКонтакте у меня кто-то в друзья ломится. Есть у нас с ней общий друг. Татьяна. Это кто-то из Каширы, Гузеля Шакирова. Это они у нас общий друг. Ну, добавим, ладно. Так, друзья по школе, друзья по вузу. Не знаю, я просто тетя какая-то. Нет тут такого. Так, Кирилл Снегиву, славяно-русская школа, Тверская духовная семинария. У них здесь общий друг. У меня с ним два общего друга. Это вот семья в деревне Антон Хорошов. У него очень хороший канал, много очень подписчиков. Молодцы ребята. Респект вам и уважуха. Он у них почему-то в друзьях. И у нас почему-то. И еще кого-то Евгенчик добавит. Ну, ладно, добавим, если что. Смеянию будет. Я вот хочу всех попросить, если вы ко мне проситесь, друзья ВКонтакте, пишите мне хоть что-нибудь там. Привет, я с Ютуба. Или как-то себя обозначите, потому что меня уже заколебали товарищи разные, которые всякое барахло присылают потом. Вот это мой, моя аватарка ВКонтакте. Вот Юлия Клебча, Аксенова. Если кому надо, добавляйтесь. Вот наша группа Вкусно ем. Здесь приглашаю всех в нашу вкусную группу. А, это понятно, она так не пойдет. Ну, в общем, вот наша группа. В группе мне надо поменять сейчас аватарку верхнюю, потому что при просмотре с телефона, телефон узенький, и вот эти места, в общем, вот так наполовину срезаются, чтобы что-то увидеть, нужно переворачивать телефон, что неудобно. Я тут как-то пошаманила один раз в фотошопе, но я еще тот фотошопер. Ну, так могу что-нибудь сделать. Ну, то есть вывеску я как бы сама делала. Но выгрузить ее не смогла, потому что слетел интернет. Надо сейчас выгрузить, попробовать новую. Новую, новую. Так. Так, а где же она у меня? Тут у меня всякие мои нужности. Так, тут нету. Где она у меня? Геоген, питомцы, природа. Ну, кого здесь? Масло, молоко, так, у вас сакуры. Вот они, вывески. Шапка ВК-центр. Вот она. Открываем ее и перезагрузим другую шапку, повесим. Да, вот видите, я ближе сюда сдвинула телефоны и сдвинула ближе. Так. Вот она сдвинулась. Все, теперь на телефоне при просмотре будут видны и номера телефонов, и города, в которые мы возим. Так, ну, в группе у меня пока народу маловато, конечно. Но оно потихонечку прибавляется, прибавляется. Сейчас, если мы найду. Если мы найдем. Вот здесь, кстати, в группе у нас есть товары. Вот пока 24 товара. Вы можете вот сюда зайти, указать все товары и все увидеть, все, что у нас тут есть. Сейчас вот у нас куры проявились, бройлеры на жарку. Там хороший вес больше двух килограмм. Мяско наше, пельмешки. И если вы, например, нажмете, там вот ветчина из свинины. Можно ее, видите, добавить в корзину. Мне придет. И там она уже будет заполнить. Заполнить, чего куда везти. Вот, телефон, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И там оплатить позже. И ко мне кинуть. И я увижу. И буду вам с вами связываться. И о доставочке можем договориться. Но для тех, кто не знает, что в контакте, теперь можно еще и магазин свой делать. Вот. Так, ладно. Здесь посмотрела. Здесь мне тоже никто ничего еще пока не написал. Все. Теперь пошла монтировать ролик о колбасе с телефона. А потом вернусь к вам, потому что снимать и монтировать невозможно. Это все на одном телефоне. Ну вот и смонтировала я мой видеоролик о колбасе. Вы его, наверное, уже посмотрели вчера. Для меня это сегодня. В общем, ушло на монтаж у меня примерно час сорок. Поставила его сейчас выгружаться на YouTube. Это около еще час-час двадцать. Вот. За это время у нас уже на это стало темнеть. Значит, что я успела за это время сделать? Я успела развесить все постиранное белье. Пропылесосить дома. Муж у меня поставил наши перчики тушиться с домашней сметанкой. Они с сыном успели, значит, перекидать сено в коровники. Успела я загрузить очередную партию колбасы. Вот. Значит, это все, что я успела сделать. Вот как бы в это время, пока там все у меня выгружалось. И пойдем. Побежали дальше, что тут скажешь. Красота, да, пап? Да, говорит, красота. Смотрите, какой у нас закат. Вот вышли. Сейчас тарахтилка. Чуть-чуть опоздала. Ну, я выгружала, монтировала. Сейчас наша тарахтилка опять заключится. Коптилка наша все еще коптит. Вот сейчас, наверное, будет лучше видно. Видите, прям из нее дым валит. Колбаска моя там коптится. Сейчас моя шайтан-машина включится, и я как всегда подпрыгнула. Вот, я прям уже знаю, когда она должна отключить. В общем, все работает. КОНЕЦ 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 Вижу поле. Ну-ка, давай посмотрим, где плюш моя. Ну, кто это тут такой комочек у меня лежит? Ну-ка. Ну-ка. Хочет ручки чистить. Ку-ку. Еще раз, ну, прячься, давай. Пап, выходи, пап, мы будем прятаться. И ты будешь. И я? Прятаться? И я же. А, выходить? Да. Ну, ладно. Ой, а кто-то тут нарисовал. Кто нарисовал? Не знаю, кто-то нарисовал на шкафу. Что можно искать? Можно искать? Да. Где же поле? Где же поле? Под кроватью? Ку-ку. Вот и пол заодно протерли. Надо было влажненькую. Надо было влажненькую завернуть. Хе-хе-хе. Да. Дай. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»